привет дорогие друзья хочу с вами обсудить один эфир посмотрел его знаете и прослезился можно сказать но он такой многогранный но для начала смотрите вот это вот тот самый гиперлуп бывший министр амелиан вы помните министра милиана он обкакивался в суде потому что не мог рассказать откуда у него взялись средства на покупку автомобилей аренды домов и так далее и тому подобное да был еще ряд других дел на подходе но потом как-то все затихло весна пришла и никто не сел так вот амелиан настолько уже осмелел что он со своим сыном к слову напомню опять-таки гражданином соединенных штатов америки потому что патриот амелиан исключительно рожал их в штатах да вот он со своим сыном вот решил потроллить уже зеленского поскольку проходит уже другая весна без посадок пошли с марком садить ну я вам должен сказать что это уже крайняя степень троллинга я думаю они все-таки дойдут до флешмоба плюнь в лицо за или там ущипни комика в таком плане смотрите когда ты в итоге поворачивайся к меньшинству желая им понравится ты не понравишься не меньшинству они продолжить тебя презирать но самое главное тебе начнут презирать те которые за тебя голосовали но это пока все на этом а вот собственно передачи которые мне очень понравилось обсуждают они опять таки этого стерненко часть часть передачи посвящена ну я знаю что он вас уже достал это быдло да просто интересно послушать вот мы слушаем к примеру депутата экс-депутата кляшка помилкова мяко кажучи дмитрий а вы когда скажете что на него напали вы користуючись матеріалами справы вы бачили результаты экспертизы я взагаля вы знаете каким якою зброю оперировал без посередньо стерненко своєю чи чужой просто я вы спираетесь на какие я же тоже чую багато потому что я много чего слышу вот и все правильно когда вас спрашивают на какие факты вы опираетесь когда вы рассказываете про самозащиту там еще прошу то на что вы опираетесь ну я много чего слышу я вообще считаю что депутатов бывших от ляшка не бывает чесно мейс что так раскручивается тому что тут все зрозумело мало бы бути пидозра пашу чергу том ты люди не яка нападала ему все понятно в этом деле когда ты депутат от ляшка даже бывший тебе все всегда понятно с любым который кого-то убил да я пропоную разобраться явно я для меня это однозначно людина нас догнала и вбила и для меня убивство алис листу хай чётко скажет и хай установить суд си обстанны не то моя думка не не кричит тот который ну я ж много слышал это самозащита кричит то есть шуфрич говорит человек догнал догнал и убил то кричит это самозащита в социальных штатах депринципе что я вас подъеду и просто вдарю на улице ты дома вы будете идти в додому вы маете право будь какие заходы застрелить что за чушь несет этот человек в социальных штатах если тебя там ударили ты сразу достал застрелили типа тебе ничего не что за чушь он несет откуда они напитывают этой чушью из фильмов там уж и тем право гонять и ножом бывать так ну ты ваша думка вы ж но вот таки вы что же вы выслеживаете я виду обращу присутствуют люди которые достаточно четко могут охарактеризовать это преступление но от куликов есть человек есть оружие есть труп есть только квалификация преступления умышленное убийство или причинение смерти по неосторожности и здесь куликов вспоминает дело павлюченко я вам напомню дело павлюченко это отец и сын павлюченко которые убили судью убили там в лифте там все в крови было потом переодевались они там там материалы материалы дело очень интересное но за них начали начали вступаться причем сын дал признательные показания отец пошел на пожизненное сыну дали сколько там лет а потом за них начали включаться ультрас ультрас футбольные хулиганы начали требовать качать ходить по улицам и так далее янукович они не прогнули но приходит новая власть на майдане до майдан приходит и верховная рада освобождает и отца и сына без суда и следствия просто взяли освободили реабилитировали так как они борцы за борцы за что-то там сейчас ультра сделают то же самое один раз получилось второй раз там ультрас не все ультрас да там по договоренности там определенная группа и вот они желают прогнуть зеленского он прогибается и никто мне не может на это ответить майдан начинался с дела павлюченков отца и сына павлюченко которые убили судью не важно за что да у нас судьи прогнут ли еще раз да уже получилось уже получилось судя по подозрениям которые предъявлены убитому это просто трэш теплыга чима и право на самозахист да аликшо в стане афак шутки самозахиста в момент колы здесь не цена под правда нам и на под на месте на под конечно самозащита это на месте на месте самозащитился и все ты не можешь гнаться 100 метров за человеком и самозащищаясь его добивать 10 метров но может состояние эффекта может быть 100 метров бежать за человеком убивать его упавшего это не самозащита это все понятно и тут шуфрич выдает определенную тему которую меня в голове поселилась уже достаточно давно про львов мая свою думку там я так думаю про 39 рік припускаю что самого разумеется про пакт молотова риббентропа так я хочу нагадати як бы мы зараз доставили за того периоду то львов я бы не ця подия бубы польским местом львов был бы польским городом если бы не сталин если бы не пакт молотова риббентропа когда начинают говорить на украинских телеканалах выдатные историки о том что типа и было тайное тайное соглашение молотова риббентропа и там отходила часть территории разделили бедную польшу а львов так это разделили это ж плохо да або як бы вина закинчилась в больший способ был бы пид контролем гитровский германии львов николы не был украинским поки его украинским не дробил сталин крамола это крамольная мысль и я к ней отношусь тоже когда она у меня родилась как крамольный но в тридцать девятом году сталин отдал часть территории украины и сегодняшний вот эти которые ходят там если бы не не он то получается они бы в польше были ходили с другими методами подобаются что шмыгалю чи мне cfac туристами факт ну это факт потому что у нас у нас жила украина она была сталин не решить о своем измена україн а а ну депутат свободы михаил главко рассказывает что у нас была украина пока стали не пришел со своими друзьями какая украина была ну-ка раз каже какая во львове была украина пока стали друзьями не пришел recently сталин поставил крапку. Фактично, он забезпечил нам той кордон, в яком мы отримали незалежность. Это исторический факт. И День Перемоги, это официальным святом Украины. Самый День Перемоги и самые великые учреждения. Нет, нет, нет. Хочу, чтобы Львов был польским городом. Нет. Отдайте Польшу. Нет, это неправда, неправда. Что? А что не так он говорит? Это правда? Это факт. Очень плохой факт. Мне тоже не нравится. Но это факт. А это уже включается. Народный депутат от Слуги народа. Поддержать своих коллег по разуму со свободы и Ляшковцев тоже. Кубань? 1800, если не помиляюсь, 20, 70, какого-то там року вона была в Российской губернии. Волинь, Рівненщина, Житомирщина, были под Россией. Про какие кордоны вы говорите сейчас? Про какие кордоны вы говорите? Ну, то есть, какие можно обсуждать границы, если вот тогда вот еще была под Российской империей. Можно как раз обсуждать границы 39-го года. Вполне можно. Потому что это плохой пример. Ибо Волинской областью стала Волинская губерния в 39-м году. Это Сталину я сделал. Волинской областью. А Кубань где была ранее? Чекайте, чекайте, чекайте. Вы трошки кордоны... Чему это вы сейчас? Чему вы сейчас скажете, что саме в том году закрепились кордоны Украины? Это неправда. Я про Львов говорю. Где была Кубань, ну, она бы там и была, если бы не взбрыгнули там, не сделав из нее Народную Республику. А потом, не желая объединяться с ОНР, да, это очень сложная история. Давайте просто ее упростим. 39-й год. Если бы не было его, то получается не было бы Львова в границах Украины. Ну, может потом когда-нибудь и был бы. Что самое за... Чекайте, я зі Львова сам, але Львів не є всею Україною. Чому вы... То то вам не подобається, что Львів став украинским завдяки Сталину. Вы протисставляете знову. Ні, я констатую факт. Может быть, народному депутату не нравится, что Львов – Украина? Ну, тогда это... А где СБУ вообще? Львов – Украина благодаря 39-му году. ТЧК. Штучно протисставляете зараз? Я констатую факт, коллега. Це маніпуляція. Нестор, ти політик. Нестор, коллега. Ну, ви же историк. Ну, ви знаєте, як пише ця історія. Ну, це неправда. Скажи мені, будь ласка, в якому році Львів став територією Радянської України? Перепрошу, в 39-му. Ну, так отож, бо. Отож, бо. У 39-му році. Отож, бо. Ого. Так, да, це ужасно. Но изнутри-то мне мало качаючих було. Мне просто нравится. До этого он был в ОНР. До 39-го года. Що за бред? Які говорять про те, що треба... Ну, ви ж розумієте, Нестор Іванович? Ви говорите по факту віддати Донбасу. Чому віддати? Ну, тому що автономна республіка Крим саме тому і відійшла до Росії, тому що їй був наданий особливий статус. А це вже переходит до особливого статусу Донбасу, який треба передоставити, як Шуфрич утверджає. Але тут йому опонують народний депутат «Слуги народу». Крим ми потеряли. Тому що він став автономним. Смотрите, коли зараз Зеленський всерйоз говорить віддати Крим татарам, то ми його, звісно, не потеряємо. Так ми до 2014 року не вирішимо це питання. Треба виходити з того, що є завдання. Нестор Іванович, для чого вам вирішить? Нестор Іванович, розкажіть молодому чоловіку, чому у Крима був особливий статус. При Мешкові і при всьому іншому, що Крим мог відійти ще раніше. Просто він, мабуть, не знає, але я чудово знаю. І здесь народного депутата «Слуги народа» цепляє цю фразу. Молодий чоловік. Молодий чоловік, посмотри на мою бороду. Дополюємо, автономнія Крима. Просто об'ясніть, об'ясніть цю причину. А почему це случилось? Автономія Крима? Я вас перепрошую. Нестор Іванович, дозвольте одну секунду. У мене є ім'я, ви можете звертатися до мене. А от ваше его... Куликов не хоче обращаться к нему по імени, тому що говорить, що ви слишком часто меніетесь, і через год вас вже не буде тут. Мені не подобається. Ви понимаєте, понравиться вам і не, тому що я привык, ви дуже часто меніетесь. Вот ви сьогодні сидите в цьому стуле, і зображаєте себе большого умника. Я думаю, що через год ви не будете сидіти в цьому стуле. Прикрійте трошки рот, а? Дискусія накаляється. Закрійте рот. Це ти закрій рот. Ви будете говорить своїм друзьям, своїм друзьям, трошки зазважаються. Ви будете говорить своїм друзьям. Криво, закройте ви, Криво. В следующий момент народний депутат Ослуги народу вже стоїть над Кириллом Куликовым і предлагає йому вийти. Ти йдеш, низко, це ти. Посмотри на себе. Мені шкода, що ви з такими вот виглядами, золотими цепочками, з такими п'яними очима зі мною це говорите. З такими, як ви, з такими уровням розвития. Через 40 минут под входом жду. 40 минут. Посмеялся? Бить я вас не буду, потому что, к сожалению, вас издарить нельзя. К сожалению, у вас мандат. Но придет время. Я це сделаю. Теперь туда. Так, Кирилл, будь ласка. Я вас запрошую. Вы заспокойтесь, будь ласка. Я вас запрошую. Я, к сожалению, не могу вас дарить. Народный депутат Ослуги народу настаивает. Жду на улице. 40 минут тебе. Без правил. Я вас запрошую. Я, к сожалению, солдат ребенка не обиден. Я человек с человеком. Нет, вы человеком не можете быть. Я не хочу с вами разговаривать. Я не хочу с вами разговаривать. Я хочу с вами разговаривать. Это ваше дело. Я вас пальцем пока не трону. Пока, к сожалению, вы прикрыты статус. После этого Куликов произносит фразу, что, мол, когда у тебя не будет мандата, тебя в Киеве тоже не будет. Это угроза. Угроза. И народный депутат сразу обращается к правоохранительным органам. Юрию, вы з'ясуете, что это после эфира? Я прекратил разговаривать. Я вас больше разговариваю. Дайте відповідь. Зараз щойно публично прозвучала погроза в мій бік. Когда у меня не будет мандата, у меня в Киеве не будет. И на этом моменте многие присутствующие в студии немножко не соглашаются с народным депутатом от «Слуги народа». Потому что или ты выходишь через 40 минут, или ты обращаешься к правоохранительным органам. Тут понятиям, типа, неправ. Это не по-пацанячий, кричит Шуфрич. Так и так не получается. Ты не можешь одновременно решать вопрос вне закона и одновременно по закону. Это так не бывает. Это немножко неправильно. Но, по всей видимости, правила для тупых, а для умных правила не нужны. Волынская область. Кемска Волось, да, короче. Смотрите. Я думаю, этот эфир очень интересный был. Мне вот показался он крайне интересным. Я поэтому захотел с вами поделиться своими мыслями об этом, дорогие друзья. Поэтому надеюсь, вам тоже понравилось. Пока.